Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Жители Уральска выступили категорически против реализации проекта по сжиганию нефтеотходов. Об этом они заявили на собрании, которое состоялось в средней школе поселка Круглозерное. Уральск завалило снегом, но коммунальщики заявили, что они были готовы к погодным сюрпризам. Сгорел полностью. Сегодня в увеселительном заведении Шале произошел пожар. Причины происшествия устанавливаются. Правительство попросили проверить информацию о притеснении казахов в Китае. Вопрос об ущемлении законных прав представителей казахской нации, проживающих в Сен-Циан-Уйгурском автономном округе в КНР, был поднят во время проведения всемирного курултая казахов в июле текущего года. С того времени информация об ограничении законных прав свыше полутора миллионов соотечественников широко распространялась в информационном пространстве. Подробности у наших столичных корреспондентов. Известно, что казахская диаспора в Китае самая крупная – полтора миллиона человек. А власти Китая задерживают этнических казахов, обвинив их в близких связях с мусульманами-уйгурами. Источники радио «Свободная Азия», на которую ссылается сенатор, сообщают, что по малейшему подозрению вне благонадежности людей отправляют за решетку только за то, что они ездили в Казахстан, встречались со своими родственниками, занимались религиозным просвещением или читали намаз. Кстати, на пятом всемирном курултае казахов президент Назарбаев дал поручение МИДу провести двусторонние консультации с китайской стороной по урегулированию данных вопросов. Поэтому сенатор напомнил этот процесс и попросил проверить информацию о нарушении прав казахов в Китае. Говорится об ограничении религиозных прав, ограничении выдачи иностранных паспортов для выезда и о том, что принуждают на сдачу обратно таких паспортов представителей казахской диаспоры. Второй запрос озвучил сенатор Калитаев. По его данным, в Казахстане из имеющихся полутора тысяч гидротехнических сооружений около 400 нуждаются в срочном ремонте. Большой проблемой являются малые ГТС, часть которых заброшена. Ежегодный ущерб от неудовлетворительного состояния защитных сооружений, от вредного воздействия и паводков, наводнений и подтоплений оценивается в целом по стране в десятки миллионов долларов. Второе. В сфере сейсмостойкости строительства работают такие институты, как КАЗНИСА и Институт сейсмологии, сказал Калитаев. Эти институты финансируются не в полном объеме, по остаточному принципу. В настоящее время из 12 станций инженерно-сейсмической службы 8 оснащены устаревшими аналоговыми приборами. Оборудование, используемое в работе, эксплуатируется уже десятки лет, и приборы выработали свои ресурсы. При землетрясении органы ЧАЭС используют данные иностранных источников, так как они выдают оперативную и более достоверную информацию за 7 минут, тогда как наши станции получают эту информацию через 15 минут. В связи с этим следует принять решение по модернизации таких институтов и полному их переоснащению современной аппаратуры, программным обеспечением и средствами связи. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Сегодня в обеденное время горело увеселительное заведение «Шалем». Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. Здание клуба сгорело практически полностью. По словам хозяина заведения, на месте работала группа газовой службы, после чего раздался хлопок и начался пожар. Большая площадь возгорания связана с поздним сообщением службы пожаротушения. О факте пожара сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Западной Казахстанской области. На ликвидации возгорания было задействовано 19 единиц спецтехники и 65 человек личного состава. Пострадавших нет. Угрозу ликвидировали в 16 часов 15 минут. На возгорание было задействовано 19 единиц пожарной, основной специальной вспомогательной техники. Из них был один из пожарных автоцистерн, 65 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Во время ощущения были хлопки, взрывы газовых баллонов. Сейчас на месте работает наша исследовательская пожарная лаборатория. Уральск завалило снегом, но коммунальщики заявили, что они были готовы к погодным сюрпризам. Как раз накануне они докладывали Акиму Городу Мурату Мукаеву о стопроцентной готовности к уборке зимних сугробов. Первая проверка снегопадом прошла хорошо. Как сообщили на предприятии, ТО «ЖАИК Тазакала» к снегопаду они были готовы. В кабинете имеется большой экран, на который выводится прогноз погоды. Сразу же после сообщения о упадении осадков на уборку улиц выехала спецтехника. Колонны проезжают по определенному маршруту. В первую очередь от снега чистят магистральные улицы, путепроводы и мосты. Сегодня ночью отработал 55 единиц техники, снегуборщик и 65 человек. Но сейчас уже дневные вышли, дневные работы 80 единиц техники, 315 человек. Сейчас работаем три колонны, песочники, сами знаете, и убираем остановочные павильоны и тротуары. В прошлую зиму за пределы областного центра было вывезено 520 тысяч кубометров снега. Коммунальщики еще не знают, какой будет эта зима. Но на всякий случай заготовили 15 тысяч тонн песко-соляной смеси. Это больше, чем в позапрошлом году. Я думаю, они справятся, работают. Депутская ребята, вот, первый снег выпал. Сегодня у нас на улице 26 октября, если не ошибаюсь. В ближайшее время горожан ждет крайне неустойчивая погода с осадками, ветрами и заморсками. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Жители Уральска выступили категорически против реализации проекта по сжиганию нефтеотходов. Об этом они заявили на собрании общественности, которое состоялось в средней школе поселка Круглозерное. Именно на территории этого округа компания «Батыс Эко Ортологэ» планировала построить завод по переработке токсичных отходов. Проект по реконструкции существующего полигона под комплекс по переработке отходов поступил в Департамент экологии. Оттуда его перенаправили в городской Акимат для сбора необходимой информации. Собрание общественности предназначено для того, чтобы дать населению возможность высказать свои предложения и замечания по представленному проекту. 44 тысячи тонн нефтеотходов планируется сжигать на данном токсичном полигоне. В связи с этим мы бы хотели услышать ваше мнение. И если есть желающие выступить, можно прибудно либо с места выступить. Депутат Маслихата и ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана считает, что этот проект нужно реализовывать подальше от населенного пункта, где протекают несколько рек. Полигон токсичных отходов, о котором мы говорим, сжигание, находится в районе, где проживает 35 тысяч населения практически. И это, в принципе, перспективный район, который зарастается. Я думаю, что это не телесообразно. Жители поселка Круглозерное знают о планах городских властей по расширению населенного пункта и строительству здесь жилья и социальных объектов. Уже сейчас мы видим, сколько у нас больных. Больных детей. Женщины беременные с патологией. Родятся дети с патологией. Люди страдают сердцем. Потом аллергия на эти вредно содержащие препараты в воздухе. Потом у людей отказывают ноги. Очень многие больные жалуются на ноги. Глаза. Почти каждый у нас пенсионер делает операции на глазах. Катаракты, а еще более того, глоукома. Хотя как будто бы и надо развитие. Но где-то далеко, где-то в поле какие-то должны быть параметры от населенного пункта. Действительно. Поэтому я против. Категорически против. Полигон по хранению токсичных отходов находится в 300 метрах от городской свалки. Если я правильно понял, значит этот запах будет нас всю дорогу терроризировать практически. Вот я проживаю четвертый год. И четвертый год, в осенне-зимний период, стоит ветер с этой стороны. И запах приходит. В поселке идет запах такой неприятный очень. Буквально 16 числа был такой запах. Мы позвонили в ЧАЭС. Но в ЧАЭС нам объяснили, что в полигоне твердых бытовых отходов идет самовозгорание. Поэтому это запах дыма и неприятный и этих простомассовых отходов запах. Поэтому жители поселка Зачаганск против того, чтобы построить на этой территории завод по переработке токсичных отходов. В завершение собрания люди единогласно проголосовали против реализации проекта по переработке нефти отходов. Роман Копняев, Ербул Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Астане автомобиль упал в реку. Очевидцы засняли, как водитель и пассажир вплавь добираются до берега. Авария произошла вечером 25 октября. На кадрах видно, как двое людей стоят в воде на крыше тонущей машины. Прохожие пришли на помощь в паре и с помощью троса помогли им добраться до берега. Водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на ограждение и впоследствии упал в воду. В салоне находились двое человек. Они были доставлены в больницу и после оказания помощи отпущены. Глава Министерства энергетики Казахстана Канад Бузумбаев сообщил о запуске Павлодарского нефтеперерабатывающего завода, благодаря которому в ноябре ситуация на рынке ГСМ нормализуется. Нефть пошла на установку по первичной переработке нефти. Первая установка начала работать, сказал министр. Он отметил, что завод выйдет на полную мощность в ближайшие три дня, что стабилизирует ситуацию с топливом на рынке. Министр отметил, что два казахстанских МПЗ будут загружены на полную мощность. А вот Атырауский нефтеперерабатывающий завод временно снизит объемы производства. Ранее министр энергетики Канад Бузумбаев сообщил, что во второй половине ноября доля российского бензина в Казахстане будет уменьшена на 30%, что приведет к снижению цен на топливо. Сенаторы прокомментировали ситуацию на казахско-кыргызской границе в связи с последними событиями. Дело в том, что премьер Киргизи Исаков пожаловался на Казахстан другим премьер-министром СНГ. А премьер Казахстана привел данные по перетоку серого импорта в Кыргызстан. Казахстан и ранее выражал обеспокоенность тем, что со снятием таможенного контроля на границе с Кыргызстаном серый поток усилился. И он наносит достаточно ощутимый ущерб не только экономике Казахстана, но и в целом Евразийскому экономическому союзу. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. Премьер-министр Кыргызстана поднял вопрос о проблемах на кыргызской и казахской границе в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, который проходил 25 октября в Ереване. Транспортные средства, груженные нашими товарами, не должны простаивать, а должны проезжать, как это прописано в наших договорах, подчеркнул Исаков. Премьер также отметил, что есть принципы ЕАЭС, такие как свободное перемещение товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Исаков сказал, что члены ЕАЭС не должны тратить силы и время на продвижение узконациональных интересов. Как сообщалось ранее на том же заседании, премьер Казахстана Сагантаев сообщил, что проводимая сегодня работа на границе не направлена специально каким-то образом в отношении к кыргызской стране, кроме целей снизить потери по налоговой составляющей и уровень контрабанды. Казахстан ничего не преследует, пояснил Сагантаев. Казахстанские сенаторы солидарны с этим мнением. Не стал бы драматить ситуацию, не обращать большого внимания на эмоциональную сторону вопроса. Я хотел бы отметить, что эти работы ведутся согласно плану работы правительства. И основная причина – это то, что сегодня идет импорт от КНР через Кыргызстан. И статистика, которую указывает КНР, таможенный регуляр, допустим, и Кыргызстан существенно отличается. Там сумма идет о миллиардных долларов. Поэтому вопрос только в этом. Это означает то, что приходит по сниженным таможенным ставкам и поступает на наш рынок. От этого страдает наша легкая промышленность. Напомним, в октябре президент Кыргызстана Атамбаев сделал ряд резких высказываний в отношении казахстанских руководителей. В частности, Атамбаев заявил, что казахстанские власти пытаются навязать Кыргызстану удобного им президента. Вскоре после этого граждане обеих стран, а также иностранные туристы, столкнулись с проблемами при пересечении кыргызско-казахской границы. Усиленный погранконтроль с казахстанской части границы привел к тому, что люди и машины, выезжающие из Кыргызстана, стояли в очереди по 18 часов. После того, как в Кыргызстане окончились выборы, на которых победил вставленный Атамбаева, последний произнес речь, которую многие восприняли как извинительную. Чуть позже, в тот же день, в Астану вылетел премьер Кыргызии Исаков. В результате переговоров премьеры двух стран договорились о том, что людей на границе начнут пропускать. Боржан-Чай Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске прошла первая ярмарка государственных услуг, организованная Агентством по делам госслужбы. Ее цель – это оказание консультативной помощи и пропаганда электронного формата оказания государственных услуг. Как стало известно, удельная доля оказываемых услуг в западном регионе составляет лишь 41%. А в сельском местности в связи с отсутствием интернета воспользоваться услугой в электронном формате куда проблематичнее. В фойе Казахского драматического театра расставлены баннеры и столы. За ними сидят представители тех государственных учреждений, куда больше всего обращаются граждане. Это отдел архитектуры, ЖКХ, Центр занятости, Управление образования, здравоохранение и другие. Представители всех этих ведомств рассказывают, какие услуги они могут оказать на месте, а какие можно получить на портале электронного правительства. Среди услуг, кстати, есть совершенно новые. Уже добавилась новая услуга – регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей или части тканей и органов после смерти в целях трансплантации. Это новый вид услуги. Он внедрен уже в 2016 году. Пока желающих очень мало. Если население не знает, то можно было прийти в регистратуру в своей поликлинике и написать заявление. Достаточно долго за консультацией к специалистам никто не подходил. Первые два часа представители государственных учреждений сидели и скучали. То ли население уже все знает, то ли просто не было осведомлено о предстоящей ярмарке госуслуг. И только на третий час в фойе стали появляться люди. Подходить к столам и задавать вопросы. Государственным органам надо принять активное участие в пропаганде возможностей электронного правительства. Так как по результатам общественных мониторингов, которые проводятся ежегодно, население не слабо информировано о возможностях электронного правительства. Организаторы рассказали, что в некоторых районах доля электронных государственных услуг не превышает и 2%. А все потому, что нет технических возможностей. В поселке Круглозерное отремонтировали подъездную дорогу к населенному пункту. На реализацию проекта было выделено более 140 миллионов тенге. Дорогу не ремонтировали более 20 лет. За это время она вся была испещрена ямами и ухабами. На данный момент в поселке Круглозерное проживает порядка 5,5 тысяч человек. Проблемы дорог здесь пообещали решать и в дальнейшем. Запустили дорогу мы в поселок Круглозерное с протяженностью 2,6 метров. Планируется также большие работы проводиться по санитарной очистке территории, потому что у нас сейчас по округу баков не хватает для вывоза ТБУ. Сейчас мы дополнительные баки заказываем и ограждение для этих баков. Соответственно, освещение тоже. Уральским школьникам предложили сдавать макулатуру. Социально-экологическая акция проводится в рамках республиканского проекта «Экобалашак». Он направлен на сохранение лесов от вырубки, воспитание молодого поколения, развитие принципа раздельного сбора мусора. Педагоги отмечают, что сбор макулатуры уже практиковался в советские времена. Тогда бумагу и картон собирали, чтобы сберечь леса от вырубки. Акция по сбору макулатуры будет проводиться в четыре этапа. Первый – осенний. Начался 23 октября во всех школах города. В настоящее время все школы города, объекты образования участвуют в социальной акции по сбору макулатуры. Для этого, значит, они должны собрать, сдать макулатуру. Это книги, журналы, газеты, тетради. И победителям будет вручаться призы. Всего три дня осталось у жителей и гостей Уральска, чтобы воспользоваться уникальной возможностью приобрести качественные недорогие меховые изделия на выставке продажи от российской компании «Союзмеха». Приобрести продукцию, возможно, до 29 октября включительно. Выставка продажи меховых изделий от российской компании «Союзмеха» полюбилась уральцам с самого начала ее функционирования. Основной причиной этого, как рассказывают уральцы, является то, что покупки возможно оформить в рассрочку на 24 месяца и без первоначального взноса. При этом на выставке представлен широкий ассортимент товаров из меха от классических моделей до премиум-класса. Также каждый посетитель может найти шубы и жилетки из норки, мутона, лисы и чернобурки. Здесь уютно, все отлично, изделия, выбор много, люди хорошо относятся, все вежливо. И цены устроивают нас. Все хорошо здесь. И рассрочку дают, и кредит дают. Всем это по карману. Воспользоваться уникальной возможностью и приобрести качественную меховую продукцию жители и гости города могут до 29 октября включительно. Меховые изделия от российской компании «Союзмеха» давно зарекомендовали себя среди жителей Уральска и всего Казахстана только с положительной стороны. В обере продукции посетителям всегда помогут опытные продавцы-консультанты. Компания «Союзмеха» на рынке меховых изделий уже почти 30 лет. И все это время она дарит своим посетителям качественную продукцию и тепло. Уважаемые жители и гости города Уральск, спешите посетить нашу выставку. Наша выставка продажа продлится по 29 октября. Осталось всего три дня. Спешите приобрести достойный товар по приемлемым ценам. Действует у нас система скидок. Можно оформить покупку в рассрочку. Можно купить за наличные. За наличные вы получаете 25% на мутон и 30% скидки на норку. Также можно оформить рассрочку на год и на 24 месяца. Выставка продажи меховых изделий от компании «Союзмеха» работает без выходных и без перерывов на обед с 10 до 20 часов. Расположилась она в здании напротив торгового центра «Жангирхан» район 20-й школы. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что еще больше полезной и интересной информации вы сможете найти на нашем электронном сайте www.tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова